В сирийской войне может появиться новый участник. Иордания стянула к границе с Сирией. Армейские части усилены бронетехникой и артиллерией. Официальная версия это защита своих рубежей от террористов. Впрочем, есть и другие предположения. О них подробнее расскажет Сергей Ауслендер. Тысячи солдат, сотни танков и бронемашин под прикрытием артиллерии и авиации сосредоточены вдоль границы Иордании и Сирии. Поначалу все это преподносилось как широкомасштабные учения, но после окончания маневров войска остались на своих позициях. Главная цель, по заявлению иорданского руководства, это борьба с джихадистами. Террористы ИГИЛ действительно уже не раз проникали на территорию Хашемитского королевства. Атаковали полицейские участки, армейские посты и разные государственные учреждения. Кроме того, через границу потоком идут беженцы. Помимо иорданских частей, вдоль границы расположились и подразделения американской и британской армии. Теперь иордания активный участник антиигиловской коалиции. Но ведь речь идет не только об ИГИЛ. Антиигиловская коалиция это проамериканская западная коалиция, которая, разумеется, также ставит перед собой целью ограничить или вообще ликвидировать режим Башар-Асада. И это понятно абсолютно всем. Кроме того, иордания тесные, и совершенно понятно, естественные связи с Саудовской Аравией, Катаром и другими странами Персидского залива, которые, опять же, не испытывают никакой дружбы и любви по отношению к Сирии Башар-Асада. Само собой, в Дамаске эти приготовления восприняли крайне болезненно. Сирийское руководство заявило, что не потерпит агрессии со стороны своего соседа. И если иорданские вооруженные силы пересекут границу, их будут рассматривать как враждебную армию. Аман возражает. Его войска не собираются действовать против законного сирийского правительства, а лишь против террористов. Впрочем, эксперты полагают, что главная цель это все-таки создание буферной зоны безопасности. Вдоль границы, под контролем коалиции, подобная зона действует уже на границе с Турцией. А тем временем Израиль заявил, что бесполетные зоны, которые в Сирии создали Россия, Иран и Турция, его не касаются. А авиация еврейского государства будет действовать в сирийском небе по приказу своего руководства и для выполнения своих собственных задач. Сергей Услендер, подробности Ближневосточное бюро телеканала Интер.